какая красивая кофточка как хорошо что я купила успела купить здравствуйте ахова привет соня хифит нормально ты тебе чё соня хифит сделать-то нефиг совсем похуже тебе рада ужасно так всем привет кто там господи так страшно сидишь а вдруг сзади ты в прямом эфире сзади кто-нибудь раз такой подходит и как даст по башке но не об этом я хотела сегодня поговорить я сейчас прямом эфире я очень рада что вы присоединяетесь спасибо большое что вы пишете там всякие машите привет привет я не буду на это если можно обращать внимание вы можете мне не писать спасибо вам большое просто я вижу вот сколько человек сейчас меня смотрит и уже понятно что есть там люди но если вы хотите задать мне какой-то вопрос то пожалуйста пишите его потому что у меня есть специальный редактор который ваши вопросы будут мне присылать отдельно я на них буду отвечать потому что собственно цель моего часового прямого эфира который сейчас будет это рассказать как я вот сейчас переживаю все это все что происходит я сейчас нахожусь в испании расскажу как здесь все происходит ответить на какие-то ваши вопросы на которые смогу ответить разумеется не претендуя на какие-то знания нечеловеческие просто если вы меня что-то хотите спросить пожалуйста не стесняйтесь спрашивайте и в конце как всегда я позвольте вы если вы мне позволите я дам вам некоторое такое упражнение упражнения совет точнее то что лично мне вот конкретно так как помогает вот в такие минуты которые мы сейчас все вместе с вами переживаем причем интересно что мы все это переживает до заметьте насколько этот кризис отличается от прежних там экономических кризисов да я сейчас говорю об экономическом кризисе то есть это просто такая планетарная абсолютная история которая затрагивает всех всех кроме детей и беременных женщин кстати говорят потому что говорят что вирус как бы не не распространяется вот именно на эту категорию совершенно точно что еще могу сказать могу сказать что молодые люди если заражаются переносит его легко когда постарше то похуже переносишь потому что но сопротивляемость организма она в общем падает с возрастом у всех у нас вот поэтому поэтому что поэтому да все мы сейчас были с большим вниманием относимся обращаемся к нашим близким пожилым людям вот уже очень много всяких всевозможных флешмобов помощи ближним да вот тем самым ветеранам великой отечественной войны про которых у нас вспоминает раз в год наше государство сейчас конечно неплохо было бы со стороны государства них очередной раз вспомнить по отчаянии что так уж и много осталось вот и вообще раздать бы всем какие-то хотя бы бесплатно одноразовые маски было бы неплохо но окей государство сейчас есть чем заняться власть действительно тоже находится в состоянии на ком немножко не знаю как это вот так типа о на ровном месте все так было продумано прямо так хорошо все шло такое раскудрявый ему бы потянуть а он эх не получилось вот и голосование за поправки переносят на осень и вообще как-то вот там что-то отвернулась удача от наших правителей ну от нас она не отвернется потому что мы простые люди с вами и наши ценности человеческие ценности остаются совершенно теми же какими они были всегда останутся и в кризис только становятся сильнее да это вот как раз наши ценности помощи тому кто слабее нас тому кто нуждается в помощи если мы сейчас можем если у вас например да есть какие то вы знаете о пожилых каких-то людях которые вокруг если вы идете есть у вас возможность еще пока выходить за продуктами помогаете предлагайте помощь оставляйте как раньше в детстве помнить позвонил в дверь и убежал вот сейчас можно точно так же хулиганить только вот с более такими как бы глобальными мыслями и и и глобальной такой помощь ближнему позвонил купил продуктов позвонил в дверь и бесконтактно убежал потому что главное наше конечно сейчас забота это избежать но как он сказать ну да собственно избежать заражение да и и таким образом не заразить никого хотя конечно в общем для того чтобы как-то это прошла вот эта пандемия для для человечества как это я вот конечно не очень я вообще необразованный человек если честно и и не очень умный но я я слова в этом смысле подбираю сложно но в общем понятно что если 60 процентов населения планеты как-то так или иначе переболеет то в общем будет уже какая-то резистентность к этому вирусу повышена понятно что там будет еще какой-нибудь вирус их и было до фига до этого но переболеть должны все да разумеется кто-то в этом случае наверное не выживет ну потому что нужны определенные силы для сопротивления и вот как раз по этому поводу я бы и хотела тоже вам сказать что передать так сказать наказ от старшего товарища ну не то чтобы у меня сильно просил это борис акунин писатель да но в общем вот он как как многие знают он тоже переболел и сейчас выздоравливает на вот у него именно коронавирус они с эрикой вместе с женой его переболели эрика в более легкой форме он написал мне что очень занудно ему было так в общем не очень да я говорю ну как вы там чего он пишет да нет типа все уже неплохо возвращаясь к жизни все спокойно все с это я говорю а чё прямо уходить собирались вот говорит да нет просто занудство со свойственным ему такой в общем он ужасно энергичный человек конечно бесил ужасно то что он лежал так вот что елено было передать вам сейчас посмотрю точно но смысле не от него так как как его лечили как он чем он в общем спасался я думаю что любопытно всем да такие какие-то изнутри знать знания человека который реально переболел болел он в лондоне насколько я понимаю и вот значит что пишет значит у него был очень хороший врач и такие сами врачи как раз делают такую профилактику в день 1000 миллиграмм витамина c 15 миллиграмм цинка 1000 миллиграмм магния и витамины группы b и обязательно витамин d3 короче все витамины они вообще для чего пьются обычно для того чтобы повысить иммунитет и чтобы организм нормально сопротивлялся болезни уж если болезнь случится то значит организм будет ей как-то сопротивляться что еще я хотела бы сказать нам сейчас прежде чем отвечать на ваши вопросы спасибо вам большое про сопротивление да вы знаете вот честно говоря я сама я почему я не то чтобы всех учу да я просто пытаюсь свой какой-то опыт в том числе и негативный просто передать кому-то может пригодиться потому что вот у меня не так давно был ячмень на и вообще говорят что это один из признаков появления ну как бы не то чтобы коронавирус это чтобы у меня коронавирус сейчас нет нет я не собираюсь на вас плевать даже дышать на вас не собирается вот но вообще говоря все вот эти вода и ячмени как-то они еще называются на глазах когда выступает это как раз как раз и есть показателю пониженного иммунитета но надо еще сказать что иммунитет я тоже вот тут этим озадачилась и поняла что иммунитет еще очень сильно падает от стресса от стрессового состояния тревоги которые у всех у нас очень сильно повысилась за последнее время и это совершенно нормально и совершенно нормально бояться той неопределенности которая сейчас на нас нависает причем все больше и больше на уже совершенно определенно что это все не пройдет бесследно что мир очень сильно изменится что ну такая скажем практически третья мировая война непонятно с кем не с таким количеством конечно смертей жертв как это бывает настоящую войну но то что мир будет как-то по-другому существовать после этого это совершенно очевидно это нас конечно всех можете очень хотим подготовиться как как подготовиться и боюсь что это очень достаточно сложно а это ведет к тревоге к повышенной а тревога и стресс он усугубляет к сожалению все наши там какие-то слабые места в организме на иммунитет падает и у кого там чего у кого там спина начинает болеть вот у меня знакомых всяких людей тоже вступила это все в общем результаты этого самого стресса повышена поэтому я лично еще раз вам говорю я валерьяночка с утра и вечерком есть еще прекрасное такое мое любимое теперь лекарство триптофан лена спасибо тоже его принимают так иногда но в общем как-то пытаюсь успокоиться у точнее фон как-то понизить немного поэтому вот еще раз вам это все и передаю собственно чего чего сама все свои знания какие у меня есть так значит все вопросы которые будут там повторяться но дать давайте еще раз все-таки скажу да все начинают делиться у кого болит обожаю сейчас я хотела про что-то еще да ну окей ладно буду по мере поступления вот вопросы да как поживает тося тося поживает быстро говорю я в прошлом эфире это говорила то есть учиться онлайн в школе мы сейчас находимся в испании нас тепло вроде бы даже как те когда были дожди был прям ужасный депрессник вот то есть учиться онлайн у них очень хорошая платформа они сидят целыми днями и учатся это не то что вот здесь есть кстати другие школы но то есть в этом смысле повезло у них очень ответственно взялись в других школах вот ее приятели там просто в принципе так даже не контролирует ничего на там дают задание какое-то делаете сами чего как непонятно эти нет они сидят вот у них без 10 9 они как штуки руки на парте сидят перед своими экранами телевизор этих самых как у кого что у кого планшеты у кого компьютеры вот и все те предметы которые у них были в том же собственно порядке они продолжаются так что надежды антонины а то что это будут каникулы растаяли довольно быстро но при этом ужасно любопытно конечно как потом и когда потому что непонятно когда они вернутся в школу на как они потом в эту школу будут заманивать обратно потому что это конечно очень комфортно так лежать целый день сидеть целый день ничего не ну как бы ходить в общем довольно таки комфортненько в принципе но вот смотрите сейчас у них должны были быть каникулы мы сейчас сидим здесь уже две недели две недели как раз ровно сегодня истекают завтрашнего дня еще две недели продлили официального карантина это я говорю тем кто только вступает в карантин только только начинает жестко его при придерживаться да вот в россии насколько я понимаю так имейте ввиду что это ну месяцок то точно у нас по крайней мере мы идем впереди вас на две недели так что вот уже две недели как сидим и в связи с этим тоже соответственно все что я там испытала чуть раньше вот с удовольствием этим буду делиться да очень кстати много слышу отзывов и разговариваю с друзьями по поводу того что творится с образованием в россии но я имею ввиду с обучением сейчас именно детей в школе на что онлайн очень сложно не бросайте детей пожалуйста вы помогайте и вообще вот я вот говорила о том о помощи да тому тем кому хуже делим конечно сейчас нифига не хуже сейчас вообще комфортно можно на них и в тысячи подростки реально можно их вообще не обращать никакого внимания потому что они сидят на главном они дома сидели чем там они дальше будут заниматься им главное жратву подкидывать но ничего мы тут не можем сделать главное себя еще сохранять вот пожилые люди требуют наше внимание и может быть у вас еще есть кстати какие-то друзья у которых маленькие дети вот с маленькими детьми конечно в карантине это просто жопа извините я себе это с ужасом представляю и особенно там вот как у знаку они даниловой главного редактора прав мира у нее два близнеца которые вот только-только поползли и если представляет она вообще-то у них четверо детей даже пятеро но они как-то так в общем ну то есть короче пробуйте тоже помогать каким-то образом я не знаю там отвлекать детей разрешать матерям что-нибудь поделать как-то как-то или просто сочувствовать потому что конечно то что и начнется сейчас в семьях когда люди все сядут заперты друг с другом но вот во франции например домашнее насилие подскочило там процентов на 30 на случаев и в общем это такая серьезное испытание берегите друг друга это очень конечно легко можно сказать но и сложно сделать какие меры приняли власти испании для поддержания народа и бизнеса классно тут в общем все здесь конечно первым делом все занялись больницами обеспечили их всех ну как бы пытаются пытаются здесь тоже и идут речь идет речь я так в общем не очень здесь вникнута конечно в испанскую историю потому что этот турист застряла немножечко вот пытаются что-то решить с арендным жильем да потому что у людей просто нет денег пытаются что-то решить с малым бизнесом я думаю сейчас речь идет о том что может быть вот с понедельника откроют небольшие какие-то там ну хотя бы ресторанчики что-то не могли доставлять еду потому что здесь все практически закрыто очень мало есть таких служб вот но я живу в небольшом городе на юге испании это небольшой я не знаю как что там происходит вот ну в общем пытаются как-то они очень так я скажу что власть достаточно сочувственно и с любовью относятся конечно что будет в москве когда введут росгвардию там до сочувствия до любви в общем вряд ли конечно руки дойдут поэтому я очень всех пожалуйста старайтесь быть спокойными не провоцируйте никого и и сами не провоцируйте как удается справляться с унынием и безысходностью вот да вот дальше как бы господи я не могу таких вопросов алиса не надо мне присылать скоро будет вакцина людей будут чипировать но это опасный человек может умереть что думаете по этому поводу я удивляюсь вашему вашей уверенности в том что будет и как скоро поэтому я не буду это комментировать по этому поводу я пока ничего не думаю слишком много информации что будет вакцина что людей будет чипировать что это опасно что можно умереть давайте это как-то сначала проверять и вообще вот эти все панические настроения они в общем не несут ничего хорошего проверяйте сведения настолько насколько вы можете как минимум из двух разных источников если это так то соответственно с этим надо будет как-то уже жить пока это вот на уровне каких-то догадок и они будут это комментировать как в испании с потерью рабочих мест не знаю не работаю здесь сохранением значит вместо москве место карантина отправились вчера жарить шашлыки за информацию молодые не болеют практически неужели меня не понимают что могут переносчиками зарядить зарядят зарядят других да да конечно и собственно поэтому все вот я маску сегодня тоже себе нам с антониной сшила две маски не потому что просто мы когда все-таки редко но выходим в магазин то у нас осталась какая-то пачка перчаток и это очень случайно образовалась на кухне вот маску нас не было вообще сейчас как бы когда ты куда-то выходишь на улицу или магазин просто как-то даже не очень прилично идти без маски так все на тебя в общем косятся именно потому что ты таким образом как бы демонстрирует что те все пофиг и и ты можешь вот ну то есть ты охренозный потому что носитель до вируса и ты можешь заразить кого-то и пожалуйста вот масочки сшили там будем стирать общем короче то это маски они конечно не не защитят от вируса но по крайней мере они защитят это его распространение если я вдруг носитель вот об этом речь то что происходит в москве все побежали на шашлыки но знаете я вот мне тоже это ужасно интересно как это все будет ограничено в больших городах на нью-йорке в москве на лондоне сложно это все без какой-то полицейского какой-то регулировки это конечно сложно маленьких городках вот здесь здесь все очень спокойно все соблюдают здесь вообще такой привычный тихий медленный уклад на тем более это курорт а вот в больших городах где много бизнеса где много людей это сложно и конечно понятно что у нас вводит росгвардию чтобы это как-то регулировать но еще раз говорю что единственная моя боязнь не заключается в том что я совершенно не против и понятно что по-другому нельзя но к сожалению наше полицейское государство кроме как всех дубасить ограничивать и разгонять нам полиция у нас вот другого него не умеет не умеет да она совершенно уже перестала она как-то защищать людей и может только нападать но там быть мое это сугубо личное мнение проверено впрочем вот некоторыми эпизодами в жизни моей моих друзей и вот это конечно вот там конечно я очень сочувствую тем кто наедине вот с такой агрессивной достаточно силой будет поэтому я просто вот правда всем советую сидите дома да значит что еще у нас как вам удается справляться с унынием и безысходностью вот смотрите я еще раз говорю мы уже две недели на карантине и честно говоря в конце первой недели действительно был такой срыв у меня лично да и вообще первая неделя самое тревожное потом как-то ты потом уже начинается да вот это все сколько-то там степени принятия 6 степеней до отрицания гнев торг депрессия принятия 5 степеней потому что я чуть забыла вот сначала вот это отрицание как это так тебя там дома заперли и так далее вот ну в общем все все вот эти степени каким-то образом я всем бы советовала их как-то прожить побыстрее понимая что все равно в итоге принятие должно быть мы примем эту ситуацию и надо просто с ну как бы ну правда не сопротивляться этому так есть уже уже все уже наступили такие времена которые ты обратно все не повернешь безусловно мы потом вернемся мы все останемся жить не безусловно заживем другой какой-то жизнью но она будет другой и вот с этим надо потихонечку смиряться и я вот сегодня смотрела на ютюбе посмотрите очень рекомендую прямой эфир ирина хакамады она там тоже много важных таких вещей говорит она вообще такой дзен до абсолютный вот она как раз там тоже говорит про то что самое важное сейчас да и мне кажется это при самой очень прекрасной замечательной мыслью это научиться людям жить с собой со своим свободным временем смотреть кто ты вообще что ты что тебе интересно как ты относишься к близким как ты относишься к себе кто ты вообще не вообще вот это вот я бы даже такой хэштег придумала глобальное замедление да вот это глобальное замедление который нам сейчас всем дано всей планете она прям ух неспроста потому что мы конечно все очень быстро куда-то бежали неслись не оглядываясь куда чего зачем кто мы куда мы идем совершенно непонятно так будете ли дальше читать стрюгацких да я фейсбуке читаю стругацких я что-то запуталась этих гаджетах лучше я буду здесь раз в неделю рассказывать и общаться с вами отвечать на вопросы а фейсбуке в моем я читаю да я читаю слух мне самой честно говоря не то чтобы это для кого-то дело мне сама ужасно это нравится я давно мечтала перечитать стругацких это второе пришествие марсиан их замечательно совершенно книжка которая прямо вот очень также очень вот прям пророчески разбирает хотя это не новая история же для общества да она разбирает такой вопрос как вот что-то глобально меняется и как к этому относятся люди у них у стругацких всегда очень точные типажи вот поэтому мне эта книжка очень интересно и я ее вслух читаю в фейсбуке каждый день в 11 часов по москве вечера и хотя он там еще висит потом какое-то время так что хотите сегодня тоже буду читать приходите слушать а когда закончу второе нашествие марсиан чуть еще почитаю может быть потому что мне чуть сама это все нравится и очень меня это успокаивает саму прежде всего потому что безусловно ваши вопросы про то как я как удается справлять с унынием безысходностью они в общем имеют почву под собой для меня тоже потому что уныние безысходность я я знаете еще что скажу какая такая интересная у меня жизнь произошла я в принципе вот последние четыре года же на за нахожусь уже в такой ну практически самоизоляции да то есть я вот больше живут то есть в испании мы больше с антониной вдвоем я как-то так не очень общаясь людьми у меня нет каких-то таких прямо занятости постоянной поэтому для меня вот эта самоизоляция она такая достаточно ничего нового в ней нет я вообще в общем в силу наверное профессии бывшей я так в общем не очень кайфую когда много людей и пусто каких-то таких я уже совершенно разрешила себе в последнее время в жизни общаться только с теми людьми с которыми мне хочется вот это очень даже как хорошо на меня действует вот поэтому я в этой самоизоляции живу довольно давно и вот с этим вот тревогой унынием можно справляться можно разными способами и вот как раз вот эти сегодняшние дни когда мы все предоставлены исключительно сами себе вот это все я кстати даже выписывала же я посмотрю до выписывала всякие свои способы что мне помогает да я просто села в какой-то момент вообще вот вот это точно я всем советую если сейчас есть свободное какое-то время минутка пишите от руки выписываете и кстати упражнение задание задание господи то что я сегодня расскажу в конце то что я посоветую вам сделать ведь вы меня не просите совета но вдруг вдруг кому-нибудь пригодится это тоже связано с написанием от руки потому что вот все эти письменные практики во первых это успокаивает очень сильно у тебя там рука как вы и другая там сторона кто-то ко мне ломится это кто там антон а ты знаешь а то себя пошла уже где-то свяжись с ней пожалуйста я не могу тебя открыть я тут в прямом эфире в инстаграме ты можешь не позвонить нет господи дети собрались гулять с собакой сейчас секунду чего нету процентов нету прошу прощения видите как иногда вкрадывается ты тогда там постой ладно я еще скажу жизнь как говорится вносит свои коррективы а тос пришел антон стоит возле калитки ты не можешь как-то обойти ладно с той стороны чтобы здесь давай целую сейчас антон сейчас она придет к тебе вы там поаккуратнее ладно ты тут еще но давай да вот на самом деле сейчас будем нарушать но поскольку и антон этот и антонина об они сидят уже две недели на карантине абсолютно чисты не общаются ни с кем-то вряд ли они друг друга чем-то заразят так вот я вернусь к тому к тем самым вещам которые лично мне каким-то образом помогали я их вот выписала и и на них периодически посматриваю но я правда выписала их вот сюда себе но от руки это гораздо будет лучше сделать да вот что я делаю я принимаю утром и вечером седативные какие-то такие штучки то есть но но я не очень люблю таблетки я больше люблю всякие там мяту валерьянку мелиссу вот это вот все какие-то такие таблеточки на ночь ванну мне очень прият помогает и очень нравится соль с магнезией или просто соль ванна на ночь тоже знаете так позволяешь себе и так это сон потом хороший и очень даже хорошо до вышиваю я ищу вышиваю я вот знаете что интересно я вышиваю у меня есть такие я когда-то купила шесть штук таких заготовок для подушек но не заготовок а это прямо наволочки для диванных подушек одинаковых там под под паре я не у меня валялись и вот на них я сейчас вышиваю причем не просто какие там цветочки на фантазийный а мне именно важно вышивать четкий графический рисунок я где-то в stories кстати это писала четкий графический рисунок и это прямо меня очень вштыривает успокаивает точнее успокаивать не вштыривает но радует и знаете что я еще поняла поняла еще почему мне это так важно потому что это некоторая определенность я вижу что я закончила меня есть вот начало я должна прийти к финалу то есть это как-то стабилизирует вот в той неопределенности которые вокруг сейчас да нет я я когда вижу эту свою сейчас пойду по вышиваю да то что я знаю что у меня там есть конец вот я начну все про вышивая и у меня получится готовый какой-то вот результат который тоже кому-то там потом потом эти подушечки не знакомы подарю или там не знаю как как обычно продам на какой-то творить на аукционе хотя сейчас конечно в момент падение экономического вся благотворительность накрывается первым делом и это нормально совершенно потому что люди сами становятся нуждающимися в помощи да это вот что касается того что помогает мне я вам совершенно не советую ушивать разумеется просто говорю что вот делать что-то что конечно на не знаю вот что приносит что имеет какой-то результат потому что общая неопределенность она страшит но когда ты например там вот печенье испек вот результат вот все поели все довольны или там начал что-то делать руками очень важно причем какие-то важно вот достигательные такие сюда начал закончил прямо тут я советую что еще у меня да я ищу искать новое для меня тоже важно сейчас и это тоже меня так приподнимает своих глазах потому что это но я новое имею ввиду всевозможные подкасты какие-то видео смотреть я не не очень смотрю прямо реально не смотрю специально про этот вирус и что говорят врачи как его лечить чесноком дегтем или мочу пить я это не смотрю правда в принципе окей я не знаю так как то но вот все вот кстати говоря всем россиянам между прочим пришла такая рассылка от госуслуг и там очень много такой агрегатор они сделали не то чтобы они сами что-то сделали нет они как всегда разные частные фирмы и их вот собрали в один но это тоже очень хорошая работа безусловно значит там есть на госуслугах сейчас очень много собрано разнообразных обучающих и каких-то разных таких как это называется даже не знаю платформ да еще чего-то и лекции и всего и всех кто дает скидки или даже бесплатно нам это предоставляет возможность то прям прекрасная там для себя даже кучу всего нашла какие-то обучение для детей и занятия и игры и в общем музеи разумеется все бесплатные и в общем очень очень много всего это то что я делаю да вот вы пишете да вы пишете что еще мелкая моторика да вот это все делать да вот кстати у кого-то недавно кто-то а данила полу как раз тоже написала разобрала детское лего правда это очень хорошее занятие посидишься там копошишься но я люблю все таки со смыслом до чтобы был какой-то конечный результат да что-то еще да еще что-то мне написали а вот 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 у меня кстати тоже про это написано дальше у меня как раз мыть посуду вот мыть посуду да мыть пол вообще вот эти какие-то все первым делом побежали окна мыть прекрасно посуду я мыть люблю потому что еще как-то вот вода я кстати говоря воду экономлю и когда мою посуду как правило я мою посуду вообще посудомойка это экономнее гораздо получается экологичней но сейчас вот все таки домой руками иногда потому что ну не то чтобы у меня постоянно течет вода кстати говоря нет я так и вот это очень тоже как-то успокаивает меня по крайней мере что еще до готовить сервировать и вкусно есть готовить еду вкусную красивые так все делать вот так чтобы вот наслаждаться наслаждаться тем что есть сейчас стараться уходить от этой тревоги и паники что будет дальше это страшно и и гранжа вы все равно не ответить себе на этот вопрос сколько бы мы с вами видео не пересмотрели но здесь и сейчас все равно много всего и вот это наслаждение какие разрешать себе да сейчас я вот сейчас наслаждаясь я потом об этом подумал как с карли тухара да вот заниматься вот я например посоветую посоветую сестры своей родной олечке она мне когда-то про это сказала я что-то как-то услышала выбросила из головы а сейчас делаю сухой вот это растирание сухой щеткой щеткой щетина есть у кого-нибудь знаете это просто такая ну такая вот щетинистая из натуральной щетины щетка и вот и когда тело свое растираешь она прямо так ух как огнем горит очень классно вспомнил но вообще вот эти все до принимать в ванну контрастный душ вот это растирание или наоборот себя после этого кремом мазать или каким-то там душистыми маслами это все то что тебя заземляет и дает тебе контакт своим собственным телом потому что мы думаем о том чего быть нему не знаем что будет мы совершенно теряем улетаем из этого места из себя и ни к чему хорошему это не приводит до разговаривать о том что происходит со спокойными уважаемыми мной людьми вот завтра как раз с евгения альбац договорилась поболтать она где-то в америке очень интересно разговаривать с людьми и слушать их на просто чтобы как-то именно не хотелось бы конечно от всех получать какие-то там а чё делать а как спасение какой-то да но я вот понимаю что нет нет разговоры мне нужны скорее для какой-то корректировки своего внутреннего видения там ситуации мне очень важны вот разговоры с какими-то важными для меня людьми я уверена что у вас точно так же происходит и не стесняйтесь вот это этого так вопросы к вашим вопросам носят ли испанцы маски вот я уже сказала что да уже теперь носят но здесь сейчас просто на улицах людей нет и две недели уже как нет я еще раз напоминаю всем тем кто только входит в карантин что на улице ходить не надо и мы никто уже давно здесь никто не ходит на них без надобности только если это нужно в магазин выйти ну вот в аптеку и там собаками погулять вот то есть пошла сейчас с приятелем гулять у него двое собак поэтому у них можно гулять как бы вдвоем на расстоянии разрешенным везде в институтах в институтах господи во всех магазинах во всех учреждениях которые работают везде висят объявления что пожалуйста соблюдайте расстояние два метра и это все соблюдается как сломить отрицание происходящего у пожилых моя мама просто не реагирует слушайте но так это вот мама конечно имеет право не реагировать да абсолютно ну и хорошо пусть не реагирует но вы как человек ответственный более молодой да вы должны ее все таки немножечко профилактически подготовить подсуньте и какие-нибудь там витамины да просто скажите мам мне пожалуйста ты молодец все я ведь умоляю но нужно понимать что если с мамой что-то случится то если она попадет в больницу то с нашим состоянием больниц сейчас это будет очень большая проблема может быть просто это и как-то так донести на то что больницы сейчас переполнены и лечение там особого никакого нет все в панике я имею ввиду в какой панике что все бегут с попыткой там найти у себя коронавирус это никому ничего не принесет никаких тестов делать маму там не надо просить но вот поддержать свой организм условно нужно потому что вот сейчас с любой с любым заболеванием попадать в больницу просто вот совсем не рекомендуется потому что больницы все находятся в таком состоянии именно вот таком че чрезвычайном положении практически поэтому я не думаю что нужно сломить отрицание мамы она имеет право на свое отрицание да как и любой человек но вот дать ей понять что у вас беспокоит ее просто будущее на и ваши в том числе вы же все-таки общаетесь вот это будет наверно важно значит так как сда когда будут новые выпуски вашего проекта на ютюбе моего проекта на ютюбе выпусков больше не будет на той платформе которую вы смотрели если вы там все пересмотрели можете смело отписываться точнее я не знаю что там будет делать тот продюсер с которым мы это начинали но меня там точно не будет но и тем более что видите сейчас вообще непонятно каким образом это все можно снимать и в ближайшее время будет непонятно я подумываю о некое некое таком же примерно онлайн проекте и безусловно по-прежнему меня всегда интересует вот эта тема общения детей и родителей так и будет так и продолжает интересовать она мне кажется бесконечно совершенно потому что все мы с вами в общем то вот как и последний вопрос показал да мы не только родители но мы еще и дети и наши отношения с родителями они тоже не заканчиваются кстати говоря даже после того как не дай бог родители наши уходят они уходят в общем как правило раньше чем мы но отношения на этом не заканчиваются это я точно про себя могу сказать у меня родители уже нет но я по-прежнему все разбираю все как-то вот а вот это вот как вот они так со мной поступали почему так это было отношение каким-то образом продолжаются да ну и вообще надо не забывать о том что рот у нас то что мы сейчас с вами сидим и разговариваем большая заслуга огромного количества людей которые там где-то когда-то так случилось что вот мы родились и здесь сидим все поэтому это все нельзя снимать со счетов и с этим ужасно интересно работать вообще на я этим нет это тем тоже очень интересно значит выучили вы испанские еще поиски английским в испании знаете я чаще я пользуюсь испанским английским меня и тот и другой очень плохой но мне он собственно и не нужен хорошая ли вода в испании вода в испании хорошая теплая нет да они пьют из-под крана воду значит что я еще бы наверное поскольку так на дождем от вас новых проектов обязательно конечно я буду стараться потому что ну в любом случае мне хочется все равно чем-то заниматься я вы знаете что вот наверное уже заканчивая все все вроде бы рассказала что хотела по крайней мере да я хотела поучаствовать в программе пишут а ее закрыли кто это хотел поучаствовать программе но да 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 парду не отвлеклась это просто меня знаете когда закрылась программа это мой ребенок она была потом на дисне и то еще до сих пор ко мне подходят какие-то такие достаточно взрослые уже люди говорят их как же я мечтал попасть мечтала попасть вашу программу а там что к дети принимались до девяти лет вот и так тоже обидно представить так вот такая вот жизнь да вот ты чего-то хочешь хочешь а потом бац и все это же самое с нами происходит и сейчас безусловно и вот вот с этим вот как-то смириться до потихонечку нам нужно смиряться с тем что есть и и я кстати еще хотела что-то вот процитировать а вы там спрашиваете у меня каких на кого я вот я сейчас подписанное читаю да у меня лента так настроена я не захожу в общем по большому счету сильно там facebook и instagram не читаю да все подряд она читаю в основном таких вот лента так настроена что все какие-то более-менее подобрались в ней спокойные без паники здравомыслящие люди вот и в том числе я очень слежу там за и я говорила об этом здесь и по-прежнему советую есть такая наталья терещенко психотерапевт вот она сейчас проводила квест очень хороший и вот да что вот она кстати говорит я просто вам процитирую это то что я действительно для себя выбираю до отдельно там вот выписываю даже вот она как раз и пишет что нужно вернуть себе ощущение контроля над своей жизнью потому что этот контроль это почва уходит из-под ног ты ничего не контролируешь но над своей жизнью мы вполне себе состоянии вот здесь и сейчас на что я сейчас могу сделать да и не просто как бы ощутить что я сейчас из себя представляю да а именно что то сделать именно сделать сейчас ображу действие какое-то произвести вот это действие она поможет двигаться вперед вот собственно и это такая глубокая но очень простая на самом деле мысль потому что если ничего не делать не двигаться вперед то ну то в общем так как то так стагнация она еще ни к чему хорошему не приводила двигаться вперед все равно нам нужно и мы это делаем и кстати вот еще вопрос у меня хорошо ладно допустим я могу делать себе маникюр и педикюр хотят педикюр уже с большим трудом но блин так как красить себе волосы корни корни вообще конечно когда мы выйдем из всего этого первым делом девочки побегут наверное как делать себе всевозможные косметические штуки а потом уже на дискотеку потому что конечно ужасно хочется носить какие-то вещи вот я вот очень уже скучаю потому чтобы как-то нарядиться там не знаю вот даже сегодня видите какие-то какой-то надела красивенький такой свитерок сережечки в том подобрала да так вот к и возвращаясь к терещенко важно хорошо чувствовать тела и штана глубоко дышать делать зарядку ходить спортзал сейчас это уже невозможно вовремя есть и пить да вот это вот тоже очень важно да вот это регулировка своей жизни четкая вот грани четкие рамки это тоже очень успокаивает когда ты вот сейчас я значит стою я завтракаю я сейчас сам выпью кофе сейчас я приготовлю там завтрак антонине потом она пойдет туда заниматься я буду заниматься там по хозяйству как всегда пошуршу что-то там поделаю а потом сяду у меня будет личная мая там два часа времени я займусь нам почты и перепиской там дартаде я щас про себя говорю да но вот это вот регламент вот этот четкий он очень стабилизирует и очень успокаивает что вот она еще пишет что очень сильно снижается иммунитет повышается тревога это одновременно происходит не пить не жрать не залипать это все просто прекрасно напишет иллюзия мозга я знаю что я сейчас в безопасности вот я прекрасно понимаю своих друзей которые у всех моих друзей первым делом да там а бухла закупили блин отлично пересидим вот это вот вообще уход такой в состоянии комфорта это ну да ты там выпил ты там выкурил сигаретку тебе спокойно и вот в этот момент хорошо но потом потом ты вернешься в этот тревожный тревожный мир и это такие уходы это вот это залипание да вот в те моменты когда тебе прям комфортно и хорошо безусловно они должны быть когда ты там что-то ешь вкусно или там выпил бокальчик вина получил наслаждение но я лично по себе знаю даже я тут где-то дня 23 тоже болтала с кем-то допила там какое-то количество бутылка джина у меня было но не все бутылку господи у меня остатки были какие-то и я уже под конец я же понимал что ну че-то я делаю мне же завтра будет худо и правда и на утро вот это было дня сколько-то там 32 назад я потом понимаю что нет и не буду это делать точнее вот какой-то момент да ты можешь безусловно можно себе разрешать но расслабляться да но при этом вот это должно быть тоже четко совершенно отслежено да я сейчас себе разрешу немножечко побыть в комфорте я там разрешу себе принять ванну я разрешу себе выпить бокальчик вина выкурить сигаретку или там попить чашечку кофе но это будет вот я должна четко это регламентировать и регулировать что это мое я разрешу себе сейчас немного расслабиться а потом я вернусь и буду действовать и двигаться дальше расслабляться и отдыхать вообще безусловно вот прям совет не то что советую а приказываю вам расслабляться и отдыхать потому что напряжение внутри сейчас очень высокая безусловно да это значит наталья через терещенко вы можете найти во всех соцсетях и в ютюбе кстати тоже есть еще юлия рублева который живет барселоне она вот тоже очень много про это все пишет депрессивный фон будет у всех даже у тех кто его пока не ощущает пишет она с нами произошла большая потеря мы утратили прежний мир все каждый человек на планете вот позвольте советка пишет она пусть вас ждут каждый день живые люди ваши дети ваши друзья ваши коллеги котики в конце концов пусть от вас что-то хотят хотя бы чтобы вы вовремя вышли на связь это важно когда вы сидите дома вот это кстати выйти на связь вовремя в какое-то определенное время может быть это нелегко все но пробовать можно может быть что-то из каких-то способов себя не выводить из состояния до равновесия наоборот в него как-то приводить в состояние равновесия надо пробовать в общем это юля рублева да и да 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 вот психика она поскольку психолог да и я его еще в этом смысле доверяя она давно и много работает практикующий психолог она пишет что психика мы мы немножко с вами на войне на войне пишет она даже если бомбят далеко психика знает что бомбят каждый день каждую минуту какой-то ее пласт незаметно для нас самих обрабатывает и обрабатывает плохие и хорошие новости обретает и теряет надежду у нее есть своя большая работа так вот давайте и поможем немножечко эту работу поддержим какими-то так вот опять же просто простыми вещами которые ничего нового витамины и какие-нибудь там чай на ночь успокоительный валерьянку курсом на месяц закупитесь валерьянки и утром и вечером я по крайней мере так делаю и вот еще хотела бы сказать уж мы скоро я буду заканчивать здесь в общем час эфира и спасибо вам кстати за вопросы которые вы присылаете присылали вроде бы все да готовите ли кушать сами или домработница кушать я не использую слова кушать я ем я не кушаю и ем я то что готовлю сама никаких домработниц у нас теперь тут нету да и вообще у нас домработницы никогда не готовили мне в общем у самой есть ручки и ножки и сама это могу делать вот и в испании мой рацион не намного отличается от того что я ем обычно в общем везде их каждый из вас в общем наверняка уже знает и сейчас самое время прислушаться к себе и понять что же тебе сейчас хочется как же тебе сейчас себя порадовать чем и вот то самое упражнение точнее совет который я бы вам хотела дать в конце это такая практика письма самому себе я вот и и исполнила недавно она очень увлекательная и очень полезная вы берете ручку берете бумажку 1 час не буду же я это делать я же уже это сделал и для начала и пишите письмо но допустим себе не знаю например откроете его через месяц ну или сейчас у нас что начало да сейчас у нас вот как раз конец марта то есть начале мая можно его открыть да и сначала вы пишете столько сколько захотите вот в тишине перед сном не знаю но желательно конечно все равно рукой или с утра когда проснулись на что это я почему говорю перед сном или с утра потому что это должно быть какое-то погружение в себя прежде всего вы напишите я пишу тебе сейчас дорогая таня дорогой серёра в тот момент когда я испытываю тревогу да и вот дальше вы описываете тот момент да вот именно тот момент в котором вы находитесь да вот я сейчас что я делаю я сейчас там допустим не испытывают тревогу да но вообще вот описываете вообще свои какие-то чувства то что вокруг вас я просто опишите свой день свое вот место как как вы себя чувствуете кто вокруг вас что вас беспокоит что вокруг происходит да пусть это будут какие-то такие как бы хроники на которые вы потом через месяц а уж если вы еще это через год прочитаете вообще удивитесь скажите надо же неужели господи как как это было ужасно если вы как точно опишите свои ощущения вот сейчас на свое состояние это будет очень ценным опытом для вас сама и самих же через какое-то время сначала в этом письме вы описываете короче говоря вот свое сейчас состояние свое что вас беспокоит что вас радует что вас утомляет как вы себя занимаете что вы делаете что вы делаете в данный момент чтобы делать будете через какое-то время когда вы вот это все описываете но во первых это вообще внутренне на вас уже будет независимо от того хотите вы это не хотите это будет работать на ваше заземление и успокоение после этого пусть так как вы достаточно описали как вам кажется все вы напишите что такую может быть фразу я знаю что ты сейчас всего этого не испытываешь уже потому что но очевидно совершенно через мой месяц вы будете испытывать что-то другое это правда это тут очевидно хорошо через два месяца но все это закончится жизнь пойдет дальше жизнь вообще обычно двигается дальше и мы тоже должны двигаться дальше что мы и делаем и вот поэтому в этом письме вы дальше пишите что я вот знаю что ты сейчас это читаешь и и знаешь что и даже где-то может быть смеешься в душе господи как хорошо что все это закончилось и вот дальше напишите что-нибудь себе вот в будущем о том что я даже тебе немного завидует а потому что тебя все уже вот как-то как-то так или иначе изменилась и устаканилась и какая-то определенность в чем-то произошла вот такое письмо очень важно написать самому себе и потом его через месяц прочитать и я кстати делаю это сама тоже это делала недавно вот сейчас еще раз это сделаю напишу себе такое письмо потом будем с вами распечатывать собственные письма и их читать вот ну что я на этом наверное буду заказ заканчивать а да да татьяна это ваша мама автора учебников по чтению для началки по системе развивающей обучение занкова да это моя мама валерия алексеевна лазарева она написала свое время успела учебники для начальной школе по литературе вот она и меня многому успела научить и в том числе научила анализу анализу текста отсюда и анализ вообще всего происходящего и я вам очень советую тоже подходить к происходящему вокруг критически с иронией возможно с анализировать все что происходит не поддаваться панике спокойно проводить время с самими собой находить в этом удовольствие находить наконец-то что-то делать для себя да безусловно помогать другим но опять же если только у вас есть у самих на этой силы поэтому пожалуйста следите за собой берегите себя давайте вместе дадим друг другу слова что мы будем беречь себя внутренний мир и внутренний мир других людей тоже относится к нему с бережностью через неделю увидимся расскажу как у нас прошли три недели карантина у нас все без перемен на западном фронте сидим и сидим еще будем сидеть но ужасно интересно то что происходит вокруг я вам желание отчаиваться и до встречи через неделю и сегодня в 11 вечера в фейсбуке буду продолжать читать стругацких если что все пока-пока побегу а сейчас вот как раз выпью чашечку кофе может даже вы курю сигаретку и не надо меня отговаривать говорит что это вред вредно я сегодня вообще я вообще мало курю я так сигара как писал кто писал толстой или бальзак наоборот сигара это не есть удовольствие а это есть венец и признак удовольствия про сигарету тоже самое все пока